Песня о Владивостоке, День Победы, ой стага стага, популярные по сей день и полузабытые песни начала века и военных лет звучали со сцены Дворца культуры железнодорожников. Перед зрителями выступили 9 ветеранских хоров. Каждое выступление – целое представление с костюмами, украшениями и тщательной подготовкой. В этих эмоциональных исполнениях ни единой фальшивой ноты. Очень живые эмоции. Почему? Потому что народное творчество должно идти в массы и нужно привлекать побольше, чтобы было больше такого самодеятельного искусства. Исполнителям бурно аплодировали, подпевали, у некоторых зрителей даже слезы на глазах. Фестиваль ветеранских хоров во Владивостоке проходит не впервые, но каждый раз собирает десятки зрителей разного возраста. Он организован Советом ветеранов при поддержке администрации Владивостока. На этом фестивале нет номинантов на премии и лауреатов. Это просто теплая встреча друзей, объединенных общими интересами и идеями. Но без наград все-таки не обошлось. Памятным знаком «Владивосток. Город воинской славы» наградили руководителей хоров «Белые крылья» Геннадия Захарова, хора «Горлица» Ларису Москаленко и хора «Содружество» Валентину Теплову. В чем положительный фестиваль? То, что люди в возрасте, самым молодым здесь 70 лет, от 70 до 90 лет, они находят время заниматься творчеством, поют, встречаются. Это очень хорошо для пожилых людей. Каждую артистку зрители тепло благодарили за эмоциональное и душевное исполнение песен, прославляющих нашу культуру, Россию и родное Приморье. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Новости на Восьмом.